С 1 января сумма отчислений в пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей увеличилась практически в два раза. В прошлом году она составляла чуть более 17 тысяч. Возможно ли выжить малому бизнесу в таких условиях? Ведь месячный заработок у каждого предпринимателя разный, а сумма фиксированная для всех. Ответ попыталась найти наша съемочная группа. Новый год повлек за собой волну новых законов и введений. Коснулось это практически всех слоев населения. Впрочем, ветер перемен в полной мере ощутили на себе и предприниматели, которые вынуждены делать отчисления в пенсионный фонд. Сумма фиксированного платежа с 1 января составляет 32 тысячи в год. Кроме этих 32 тысяч 479 рублей 20 копеек нужно будет заплатить в федеральный фонд обязательного медицинского страхования еще 3 тысячи 185 рублей 46 копеек. Да, суммы немаленькие, но если их платить стабильно, платить частями или в равных долях, у каждого свое материальное затруднение или что-то, то есть в течение года эта сумма в любом случае подъемлема для предпринимателей. Но так ли на самом деле легко делать пенсионные отчисления, если принять во внимание разницу в размере доходов? Ведь предприниматели на том же центральном рынке реализуют разные по стоимости товар. Соответственно и заработок у кого-то будет больше, а у кого-то меньше. А если к этому же прибавить налоги и аренду, то денег уже не хватит, не говоря уже о дополнительных расходах. Что получается? На году три подорожания мы не можем догнать. Прибыли никакой нет. Как получится, так и получится. Что же мы можем сделать? С вилами не пойдем на Белый дом? Не пойдем. Будем жить. Одежда, бытовые принадлежности или продукты питания – все это многие привыкли покупать на рынке. Однако, по мнению предпринимателей, всего этого здесь может и не стать. Из-за маленькой прибыли и высоких налогов рынок начал постепенно пустить. Новым законам предприниматели не рады, мягко говоря. Начало года мертвые, постоянно торговли нет первые два месяца. Тут тяжело. Многие побросали уже с повышением. Половина рынка стоит пустого. То есть люди не тянут, не осиливают. Допустим, раньше даже и в налоговую инспекцию отчитываться можно было. По дням платили. Сколько дней работаешь в месяц, а столько дней отчитывались. В пенсионном фоне такого нет. Мы фактически работаем 8-10 дней в месяц, а платим полностью за весь месяц в пенсионный фонд. Неважно, работаешь или не работаешь, а выходить торговать каждый день нет смысла вообще. Просто отдать деньги за места и сидеть. С таким же успехом можно идти дома. Трикотажные производства, такие популярные и быстро развивающиеся, сейчас переживают не лучшие времена. Они также испытывают проблемы с прибылью. И руководители вынуждены возражать против повышения суммы пенсионных отчислений. В нашем предприятии тоже очень нелегко приходится работать. Это зависит от того, что резко снизился сбыт нашей продукции. Потому что закрылись рынки буквально перед Новым годом. Закрылись рынки, ярмарки в Москве. И оптовики, которые с нами работали, вынуждены были вообще закрыть торговлю. По словам сотрудников пенсионного фонда, вложенные деньги пойдут на будущую пенсию. Только этот фактор индивидуальных предпринимателей не утешает. Ведь такой суммы располагает не каждый. А ситуации в бизнесе могут быть разные. Очень тяжело. Я говорю, в связи с тем, что надо одновременно и зарплату поднять рабочим, это естественный фактор, потому что цены растут и на уплату ЖКО, услуги. Естественно, мы должны поднимать зарплату. И все это будет опять сказываться. Мы просто не сумеем выжить в этом мире. Просто это все к этому приведет. Сейчас множество людей участвуют в программах софинансирования, отчисляя средства в пенсионный фонд. Специалисты говорят, что некоторые рассказывцы уже почувствовали поддержку государства. Остальные же, те, кто, например, еще молод и занимается предпринимательством, увидят свои деньги спустя весьма продолжительное время. Юлия Князева, Сергей Тамахин, Алексей Шаповалов. Новости ТВ Рассказыва.